Еще раз видим, как президент ФИФА Зе Блаттер перечисляет всех участников этой борьбы. В борьбе за право принять чемпионат мира снастого года сошлись четыре заявки. Бельгия и Нидерланды, Испания, Португалия, Англия и Россия. Исполнительный комитет избирателей под лица ФИФА, 22 человека, включая президента, приняли решение. И я хотел бы знать, каково решение в отношении 2018 года. Я бы мог говорить и говорить, но я должен сделать объявление. И нотариус города Цюрих передал мне конверт. Дамы и господа, надеюсь, что наспись с победителем представлена на обеих сторонах листка. Сам я не знаю. Итак, 2018 год. Чемпионат мира ФИФА. Дамы и господа, он будет проведен в России. Еще раз видны эмоции на лицах представителей нашей делегации. Видно, с каким настроением встречают и англичане, и другие люди, которые боролись вместе с Россией за право провести чемпионат мира 2018 года. Это известие. Ну и приятно, что мы вместе с вами были свидетелями этого удивительного, исторического момента. Спасибо всем тем, кто оставался в тени, кто, может быть, не выходил на первый план, но делал очень многое для того, чтобы эта победа стала реальностью. На сцену приглашается делегация Российской Федерации, которая присоединится к генерал-мочек Тарю и президенту ФИФА. Пожалуйста, поднимитесь на сцену. Спасибо. Виталий Матко уже на очень бодром английском пообещал министр спорта выучить его в совершенстве к 2018 году. Так что теперь, давши слово, держись. Заместитель премьер-министра Игорь Шувалов Виталий Матко получает действительный диплом страны, победившей в этом конкурсе. Господин президент, уважаемые члены исполкома, дорогие друзья, коллеги и все, кто здесь присутствует, вы поверили, вы доверили нам проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. И я могу обещать, мы все можем обещать, вы никогда об этом не пожалеете. Давайте вместе вершить историю. Великолепные слова и в особенности последняя фраза. Давайте вместе вершить историю. Россия всегда была и остается очень бестеприимной страной. И вы знаете, на правах очевидца, побывавшего на нескольких чемпионатах мира, это всегда большой праздник, которого, может быть, на повседневной жизни не достает. И право на чемпионат мира, это, конечно же, удивительная радость. Фотография на память Алексея Сорокина, Анна Абрамовича, Лена Синбаева, Андрей Аршавин, Виталий Макожев, Ромбальке, Козы Блаттер, Наталья Водянова, Анна Нетребко, Валерий Гергиев, Сергей Фурсенко. Ну и вот, наконец, я думаю, сейчас просто автоматически должны получить задание все селекционеры найти в России, Саша Денисова, который примерно в этом возрасте находится. Ну сколько лет этому мальчику? 6-10. Этот мальчик забьет в финале чемпионата мира 2018 года. Победный гол, так утверждают организаторы нашей, представители нашей заявки. И после того, что произошло сегодня в Цурихе, ну как им не поверить? Ну и снова, и снова мы увидим великолепный ролик. Радуемся тому, какая честь. Это же ведь не только радость, это и колоссальная ответственность. И вот в течение 4-х лет Россия получила право на 2 соревнования высочайшего уровня на Олимпиаду в Сочи и на чемпионат мира по футболу. Ждем, когда начнется официальная пресс-конференция с участием представителей российской делегации. В ролике мальчик путешествует по необъятным просторам нашей Родины. Видно, что он побывал и в азиатской части нашего континента, как называют нашу страну. Да и, наверное, это праздник и для бывших республик Советского Союза, которые радуются вместе с Россией, поскольку мы живем, общей жизнью, у нас общие культурные ценности. Это чемпионат всего этого огромного пространства, от Атлантики до Тихого океана. Ну и, конечно же, сейчас все это должно стать мощным импульсом для развития инфраструктуры. Все инфраструктуры, не только спортивные, которые, безусловно, нуждаются в этом. Будут строиться дороги, будут строиться аэропорты, вокзалы. По крайней мере, мы уверены, что так должно быть. И нам, людям, предпочитают, что должны движать время начаться строительства Сирионовки, которые еще начались, и, более, может быть, ударными темпами пойти строительство тех арен, которые уже возводятся. Ну а сейчас давайте посмотрим на победный гол в финале чемпионата мира 2018 года. Как болельщики мы надеемся, что к этому чемпионату подрастут новые таланты, которые поддержат высокие идеалы советского, российского спорта, других республик. И вполне возможно, что такие Саши Денисовы действительно выведут нашу команду на пьедестал на этом чемпионате. Ну и еще одно представление из нашей заявки показывают те города, которые должны принять матчи чемпионата мира 2018 года. Я представляю, что сейчас там творится, например, в Сарамске, в городе, который практически всю часть существования была не то чтобы на периферии, вот этой активной футбольной жизни. Да, на последние годы столько там делается для развития футбола. Я думаю, под эту задачу и соответствующая задача будет перед командой поставлена. Тоже это прогресс футбола в регионе. Ну и показывают нам самый вместительный стадион России, Лужники. Мы тут побили Англию, и вот сейчас в Сурике произошло то же самое. Теперь очеред из Испании. Ну и к игрокам сборной России, которых мы тоже видим в этом ролике, к ним теперь повышенное внимание, и опять же с них дополнительная ответственность, потому что они теперь представляют державу, которая через 8 лет принят чемпионат мира 2018 года. Видим новые стадионы, которые уже, кажется, даже вот в этой специальной графике, компьютерной графике, более реальными, да. Кажется, что они уже настоящие, что можно уже потрогать, можно прийти туда и посмотреть. Но это, конечно же, очень сильный импульс для того, чтобы все мы прекратили быть скептиками в той или иной мере и начали более радостно, позитивно смотреть на жизнь. Это действительно, ну, удивительный спорт, который всегда дарит радость. В нашей заявке очень удачно прозвучал тезис о том, что чемпионат откроет двери России, сделает ее страной открытой для внешнего мира в еще большей и большей степени. Я думаю, что сегодня, победив, мы не будем ставить себя ни в коей степени выше других, тех, кто не победил. Мы будем с ними, мы будем общаться, мы будем развивать наши связи не только футбольные друг с другом, но футбол бесспорно нам в этом поможет. Футбол – общечеловеческое явление, которое люди еще полностью не осознали. И вот нам теперь предстоит осознать его позитивно и в полной мере, вместе, открывшись со всем миром. Ну и, конечно, надо поблагодарить FIFA, тех людей, которые проголосовали за нашу страну. Я думаю, может быть, чуть позже выяснится, кто именно, да, отдавал голоса, кто был на нашей стране, потому что без их поддержки не было бы вот этого праздника, который начинается уже сегодня. И вот появляются первые комментарии официальных лиц, например, министр финансов, Алексей Фудрин, вице-премьер России, сказал, что российский бюджет потратит на проведение чемпионата мира значительно меньшее средство, чем на Олимпиаду в Суще. Это, правда, о точной сумме пока речи не идет, но и не может идти, потому что это, что называется, по горячим следам первые слова, которые только-только были сказаны. Ну и, конечно же, еще раз отметим всех тех людей, которые работали на продвижении этой заявки, которая сразу же получила мощные правительственные гарантии, без которых наверняка этот успех не был бы возможен. И вот эти вот высокие котировки с самого начала мы ведь шли букмекеров-хаворитами. Они понимали, что стоит за этим, за правительственной поддержкой. Не все страны, которые были нашими конкурентами, сразу же заговорили точно о том, что... Ну и приятно, что российская государственная селерадиокомпания не подвела, как это совпадение или нет, считайте, как хотите, но в последние годы все крупные победы связаны. Победа в ряду таких футбольных грандов, как родина футбола Англии, как чемпион мира Испания, это признание России, политическое, социальное признание новой России и ее достижений во всех проявлениях человеческой деятельности, в том числе в спорте и в футболе. А нам показывают то, что должна принести эта заявка. Миллионы новых болельщиков, миллионы новых сердец, которые будут биться футболом, не говоря уже о стадионах, не говоря уже о деньгах, которые пополнят бюджеты, не только городские, не только областные, федеральные, а деньгах, которые пойдут в карман людей, которые занимаются малым, средним бизнесом, потому что довелось побывать в Воронеже, когда совсем недавно на матче сборных России и Бельгии, вы знаете, приехали туда люди со многих других городов, невозможно было найти свободное место в отеле, очень сложно было найти друзьям, которые приехали туда поболеть и рассказывали об этом ресторан, где можно было перекусить, потому что не было свободных мест. И представляете, сколько туристов приедет в Россию, сколько людей захотят познакомиться с нами. И главное, не только оставить здесь свои деньги, но и оставить здесь, опять же, частицу своего сердца. Как все мы ехали в ЮАР, тех, кто побывал там, сильно предубежденными против этой страны, наполненные страхами, сомнениями, скепсисом, и уезжали оттуда с иным настроением, что это все не страшно, и то, что наши представления и действительность часто очень отстают друг от друга. Ну а сейчас мы еще раз показываем вам города, которым выпадет честь принять матч чемпионата мира 2018 года, и новые стадионы, которые будут построены к этому событию. Ну и уровень футбола неминуемо вырастет. Да, я думаю, и руководство клубов, тренеры, сейчас в эти минуты должны чувствовать себя тоже более радостно и более комфортно, потому что это тоже дополнительный козырь. Как я понимаю, вот в этот начавшийся трансферный период в переговорах с агентами игроков, с самими игроками, может быть, с тренерами, получить хорошего игрока, качественного тренера, страну, которая совсем скоро примет чемпионат мира и будет вкладываться в футбол по-крупному, не только деньгами, но, опять же, настроением, отношением. Это очень-очень почетно. Ну и тоже, сколько в последнее время мы говорили о национальной идее, о том, какая она должна быть новая для нашей страны, для новой России, которая стремительно меняется вместе с меняющимся миром. Я не готов посуждать сейчас на эту тему и не готов говорить, что футбол может стать национальной идеей, но то, что она поможет нашей стране идти быстрее, в сторону прогресса, в сторону улучшения инфраструктуры, в сторону улучшения жизни, мне кажется, сейчас в это хочется поверить. Ну и тоже стало известно, что премьер-министр России Владимир Путин летит сейчас в Сурих и успел премьер-полудариться сразу за это решение и заявил, что нам предстоит еще многое сделать, стране предстоит еще многое сделать. Футбол объединяет мир. Футбол объединяет мир. Футбол объединяет мир.